Бровкин Михаил. Дело в том, что сечение взаимодействия частиц теории Лесажа весьма ничтожно, поэтому взаимодействие происходит не с поверхностью, а со всем телом. Ну это попытка натянуть теорию Лесажа на глобус, что она типа работает, прячаясь за то, что слегка частица взаимодействует. За счет этого взаимодействие происходит не с поверхностью, а со всем телом. Это попытка натянуть. Мы кидаем камни в тело, чтобы оно отлетело, но тогда они взаимодействуют с поверхностью. А пусть камни проходят глубже, тогда они все равно будут взаимодействовать только с частью тела. А пусть они почти насквозь проходят, но тогда камни должны быть почти волшебны, они где-то не должны взаимодействовать с поверхностью, а где-то потом начнут. Если взаимодействие, даже если тело прозрачное, где-то до конца, где-то больше, все равно будет разница по взаимодействию потока, направленного в тело. Невозможно получить абсолютно идеальный результат дискретными частицами. И, в принципе, сама концепция, даже если бы допускать, что она была, если есть четкое доказательство, что на корпускулярном эфире невозможно взаимодействие, невозможно вселенная в этом виде, которую мы получаем, то, собственно, что об этом рассуждать? Это вот как, если оторвать курицу голову, значит, к мозгу не будет поступать кровь, да? Мозг не может работать. Зачем рассуждать о том, какие мысли гениальные могли бы эту курицу посетить, если уже голова оторвана? Вот у теории эфира голова оторвана. Теория эфира корпускулярного, она технически невозможна. Неважно, как там у вас частицы, в вашем представлении, даже через сечение ничтожное, через сечение ничтожное. Почему вот сечение ничтожное – это такая размытая формулировка сечение ничтожное? Почему вы не конкретизируете ваш светлый образ сечения ничтожное? Соприкосновение частицы с массами ничтожное эфирное, да? Или как? Она слегка задела и поскакала дальше? Если она поскакала дальше, задела и поскакала, она сменила вектор. Значит, остаточное воздействие уже просто не направлено первоначально исходному вектору и так далее. То есть, Михаил, вот комплексно и детально, ну, не серьезный тезис. Посмотрите, пожалуйста, медленно фильм эфира. Некоторые быстро просмотрят, разговаривая с кем-то еще, и не поймая, не уследят важные моменты, потом мучаются. Это обычная достоверная информация, легкая, которой вот ее не было, не было, мы вам ее подарили. Она повышает вашу квалификацию. Очередной лютый бред, просьба прокомментировать. Ролик масштабы космоса. Я эксплойер масштабы космоса. Давайте посмотрим. Может, это прозвучит банально, но Вселенная огромна. Ее масштаб действительно невероятен. Именно сейчас мы живем и вращаемся вокруг звезды со скоростью 29 765 км в секунду, преодолевая за год 940 миллионов километров. Наше Солнце – одна из примерно 400 миллиардов звезд, населяющих нашу галактику. Также вращается вокруг сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре Млечного Пути. Ну, исходный человек там уверен в черной дыре, вокруг которой вращается якобы наша галактика. Ну, обманули человека. Ну, тут что-то же не только в этом, наверное, вопрос. Диаметр наблюдаемой Вселенной оценивается примерно в 93 миллиарда световых лет. Считается, что в этом пространстве содержится до двух триллионов галактик. Если предположить, что все эти галактики подобны тем, которые мы можем наблюдать сегодня, то в известной Вселенной может быть до одного септиллиона звезд. И все же они составляют лишь небольшой процент от реального масштаба Вселенной, который может быть в сотни тысяч и даже в миллиарды раз больше. Первое, что надо учитывать, так это то, что мы имеем в виду, когда говорим «Вселенная». Вселенная определяется как все пространство и время, все точки пространства в ее жизни. Пространство – это объем Вселенной, трехмерное поле, лежащее за пределами земной атмосферы, выступающее в качестве обширного фона материи Вселенной. Время же – это постоянный поток причин и следствий в этом пространстве, катализатор жизни, смерти, творений и эволюции. Пространство и время фундаментально связаны и объединены. Они формируют систему почти непостижимой сложности, известную как пространство-время, которую часто… Это просто поэтические тексты, которые к точным наукам не имеют отношения. Это перепевание в художественном стиле новостей популяризаторов о космологии. Предлагаю не смотреть. Жорст Симеон. «Звезды сгорят через несколько миллиардов лет. А значит, и начало было, взрыв был не в одном месте, а сразу и везде. И конец творения, следовательно, будет, а потом опять». Это как раз, Иван, к твоему соображению про пульсирующую Вселенную. Это не мое соображение, но поговорить об этом можно. Если информативная часть, да, такие теории есть, но с практикой они не согласовываются, не совместимы. Это невозможно. Потому что большой взрыв невозможен. Неважно, сгорает звезда, не сгорает. Материя может переходить из одного состояния в другое. Объекты могут меняться. Один исчезнет, другой зародится. Даже вот просто перенесите по капельке с одного объекта на другой, по чайной ложке, и вы получите перемещение объекта. Или, если вы какое-то излучение будете рассматривать, это значит, частицы покидают данный объект и так далее. Если вы рассматриваете падение метеоритов на этот объект, значит, частицы поглощаются этим объектом другие. Что-то приходит, что-то уходит, есть баланс. Это все во Вселенной работает. Это не значит, что Вселенная должна сколлапсировать и что-то с ней случится. Конца творения не будет. А, у вас еще и творение здесь, а потом опять. Ну, слишком много размытого всего. Если про творение, то творение это у нас ко Вселенной вне нашем определения, к обитаемой части пространства. В этом смысле Вселенная вероятно, термин Вселенная вероятно использовался. И, как всегда, любые наши видео можно заливать себе на каналы, вырезать из них любые куски. Это очень, кстати, популярный момент. Пожалуйста, пользуйтесь. Это распространение контента очень полезно. Нам надо увеличивать армию здравомыслящих, неподвижное зомбирование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА